Салют всем, это хижина музыканта, меня зовут Раиль. Сегодня я вас научу зажимать баррэ и делать это легко и просто. Короче, баррэ бывает двух видов. Малая баррэ, когда мы зажимаем одним пальцем только первую-вторую струну, или первую-вторую-третью, или четыре, или сразу все шесть струн. Приготовились. Ох, удалось. Вот это обычно вот так выглядит. То есть люди с большим трудом берут баррэ. Очень сложно к ним относятся. Надо это делать проще. И сегодня я вам, надеюсь, помогу в этом вопросе. Мы сегодня рассмотрим не малое баррэ, потому что... Сжимать малое баррэ довольно просто. Приложили палец. Чуть-чуть выгнули его вперед. Видите, здесь небольшая дуга. И все. Рассмотрим большое баррэ, когда сжимаем указательным пальцем все струны. В первую очередь постановка руки левой должна быть правильной. Ладонь левой руки никогда вплотную не должен прилегать к грифу. Для этого мы большой палец, поэтому не вытаскиваем куда-то в космос высоко, а именно держим по середине грифа. Вот таким вот образом, чтобы было пространство вот здесь. Все, отлично. Дальше указательный палец должен прямо располагаться на первом ладу. На любом из ладов. Если какая-то из струн не звучит, попробуйте указательный палец положить на ребро немножечко. То есть не плашмя вот таким вот образом, а чуть-чуть на левый бок ребром. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Отлично. И регулируйте высоту пальца. У всех длина пальцев разная, фаланги расположены по-разному. То есть вот здесь у нас есть впадины от фалангов. Если в эти фаланги попадает, в эти впадины попадает струна, в основном струна не звучит. Поэтому двигайте указательный палец выше или ниже и ищите свою позицию. Сразу могу со своей стороны сказать, что когда указательный палец выше, то есть вот таким образом располагается, зачастую баррэ берется проще и легче. Сейчас чуть позже узнаем, почему именно. Попробуем взять аккорд F. Помним, что здесь пространство есть между ладонью и грифом. Указательный палец чутка на ребро ложится. И в принципе звучит баррэ. Как это обычно бывает. Баррэ это значит, нужно со всей дури прижать струны к грифу. То есть, чтобы у нас указательный палец тянулся к большому через гриф. В основном со всей дури жмут и устают. Но на самом деле баррэ должно браться легко. И тут работает чуть-чуть другой принцип. Мы не должны давить указательный и большой палец друг к другу вот сюда. Хотя, чтобы аккорд сжимался легко, ваш импульс должен идти вниз. Представьте, что ваша рука тяжелая, свинцовая. И вы прямо провисаете на струнах. Когда вы провисаете именно на струнах и чувствуете, что ваша рука, кисть, она тяжелая и тянется вниз. Все струны звучат офигенно. Еще раз напоминаю, что направление вашей силы не должно быть вот таким. В гриф. Оно должно быть вниз и чуть-чуть назад. Вот такое вот получается направление. Друзья, еще одна фишка, лайфхак, как легко зажимать баррэ. Можно подойти к баррэ с позиции нижней. Просто брать аккорд, чтобы указательный палец минимально торчал вот здесь. Нижняя позиция, то есть вы снизу как бы зажимаете. Здесь работает именно сила зажатия. Потому что никакого веса нет. Вы просто прижимаете пальцы к струнам, а струны к грифу. Но советую вам брать баррэ с позиции верхней, когда вы максимально вытаскиваете указательный палец вверх. То есть вообще зажимаете где-то вот в этом районе первый лад. То есть высоко, высоко, высоко. В этом случае аккорд по-любому прозвучит. И играйте все аккорды именно с этой позиции, максимально забираясь вверх по баррэ. Меньше сил. Вот я чувствую меньше напряжения в пальцах, потому что в этом случае уже начинает действовать сила кисти. То есть она вот именно зажимает струны и тянет их вниз. За счет чего мы не тратим дополнительные силы на прижатие струны. Все это происходит за счет веса кисти автоматически. То есть не забывайте про провис. Чтобы вы его, допустим, на пятом ладу провисали на струнах. Но не так явно, как я сейчас делаю бэнк какой-то. Может быть не сразу получится, тренируйтесь. Начните, кстати, сжимать аккорды баррэ не с первого лада, потому что на первом ладу всегда сложнее, а где-нибудь на пятом ладу... Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментариях. Думаю, в следующем выпуске я чуть-чуть вам расскажу, как я делаю разборы песен. Вот трек прослушал впервые, как я подбираю аккорды. Я же их не ищу в интернете. Я их на слух подбираю, как я это делаю. Вам все это постараюсь показать. Поэтому, чтобы не упустить, подписывайтесь на хижину. Напоминаю, что видеокурс Король Акомпанемента, над которой я уже работаю многие-многие годы, уже подходит к концу. Я безумно рад. Чуть-чуть подустал, конечно, все это монтировать, делать. Здесь свет, здесь микрофон. Сзади пишется тоже. Все качественно, хочу сказать. Вы по чуть-чуть, по крупицам собираете информацию в интернете. Тут один бой нашли, тут... Тут так проходят года и так далее. А прикиньте, за один курс, один видеокурс, вы можете изучить сразу кучу, кучу годного материала, годных боев, годных переборов, научиться подбирать, научиться сочинять переборы. Прикиньте, до сегодняшнего дня не было такого курса, чтобы в одном месте все было собрано. А вы получите товар в цифровом виде. На почту приходит курс, вы его скачиваете с Яндекс.Диска, раскрываете на компе через архиватор и смотрите видосы. Первый бой, второй бой, третий бой, четвертый, офигеть, пятый, там, чеченский, шестой, испанский, роковый бой, роковый бой 2, роковый бой 3. На изучение данных боев вам может потребоваться, ну, месяц, там, несколько недель. И у вас зато будет такой огромный багаж, что с вами никто уже не сравнится. Я планирую выпустить курс примерно 22 ноября, но уже действует предзаказ курса по сниженной цене. Ссылочка находится в описании, ребята. Скоро увидимся, пока!